Здравствуйте! Я прочту отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов». Почему именно его? Потому что оно о чистом, светлом и возвышенном поколении, чью юность опалила война. Оно о тех мальчишках и девчонках, которые, сменив школьную форму на армейскую гимнастерку, не вернулись с полей сражений, навсегда оставшихся 19-летним. Оно и о моем гиде, участнике Сталинградской битвы, кавалере орденов Красной Звезды и двух орденов Великой Отечественной. Было училище, форма порой на вырос, стрельба с утра, строевая зазря, полугодичный ускоренный выпуск и на петлице два кубаря. Шел эшелон по протяжной России, шел на войну сквозь мелькание берез. Мы разобьем их, мы их осилим, мы им докажем, гудел паровоз. В станции, как новгородская вечер, мир, где клопочет людская беда, шел эшелон, а навстречу лишь санитарные поезда. В глотку не лезла горячая каша, полночь была, как кровь, взведена. Мы разобьем их, мы им докажем, мы их осилим, шептал лейтенант. В тамбуре, маяц на стрелках гремящих, весь продуваемый сквозняком, он по дороге, взрослел этот мальчик. Тонкая шея, уши торчком, лишь по ночам, оккупировав полку во сатанилом табачном дыму, он забывал обо всем ненадолго и улыбался. И снилось ему что-то распахнутое и голубое, небо, а может морская волна, танки и сразу истошное. К бою так они встретились, он и война. Воздух наполнился громом, гудением, мир был изломан, был искажен. Это казалось ошибкой, видением, страшным, чудовищным миражом, только видение не проходило. Следом за танками у моста пыльные парни в серых шинелях шли и стреляли от живота. Дыбились шпалы, насыпь качалась. Кроме пожара не видно низги, будто бы эта планета кончалась там, где сейчас наступали враги, Будто ее становилось все меньше. Ежесть от близких разрывов, гранат черный, растерянный, онемевший в жестком пювете лежал лейтенант. Мальчик лежал посредине России, всех ее пашин, дорог и осил. Что же ты, взводный, докажем, осилем. Вот он, фашист, докажи, ясиль. Вот он, фашист, оголтело и мощно воет его знаменитая сталь. Знаю, что это почти невозможно, знаю, что страшно. Но встань, лейтенант, встань. Слышишь, просит об этом, вновь возникая из небытия, дом твой завьюженный солнечным светом, город, отечество, мама твоя. Встань, лейтенант, заклинают просторы, птицы и звери, снега и цветы. Нежная просит девчонка, с которой так и не смог познакомиться ты. Просит далекая средняя школа, ставшая госпиталем сентября. Встань, чемпионы двора по футболу, просят тебя, своего братаря. Просит высокая звездная россыпь, горы, излучина каждой реки. Маршал приказывает и просит. Встань, лейтенант, постарайся, смоги. Просит деревня, пропавшая гарью. Солнце, как колокол, в небе гудит. Просит из будущего Гагарин. Ты не поднимешься, он не взлетит. Просят твои нерожденные дети, просит история. И тогда встал лейтенант и шагнул по планете, выкрикнув не по уставу. Ай да! Встал и пошел на врага, как вслепую. Сразу же сделалась влажная спина. Встал лейтенант и наткнулся на поле. Большой и твердый, как стена. Вздрогнул, будто от зимнего ветра. Падал он медленно, как нараспех. Падал он долго, упал же мгновенно. Он даже выстрелить не успел. И для него наступила сплошная и бесконечная тишина. Чем этот бой завершился, не знаю. Знаю, чем кончилась эта война. Ждет он меня за чертой неизбежной. Он мне мерещится ночью и днем. Худенький мальчик, всего-то успевший. Встать под огнем и шагнуть под огнем. Спасибо.